Метавселенная Очередной VR проект, игра, социальная сеть или же замена интернету в сегодняшнем его понимании Компании начинают инвестировать десятки миллиардов долларов в эту очень амбициозную идею Остается дело за малым, так сильно заинтересовать людей, чтобы эти инвестиции окупились И для того, чтобы лучше понимать, почему именно сейчас подняли эту тему, нужно немножко вернуться к истории Уверен, что многие из вас думают о том, что метавселенная это всего лишь очередной VR проект Я спешу вас разочаровать, это не совсем так, даже нет, это вообще не так Досмотрите ролик до конца и вы поймете почему Понятие виртуальной реальности начало впервые звучать в 80-х годах И тогда эту технологию могли позволить себе только НАСА и военные НАСА, потому что цена была просто космической А вот понятие самой метавселенной впервые появилось в далеком 92-м году в книжке Кстати, книга стала бестселлером и называлась она «Снегопад» Да, название больше похоже на какой-нибудь роман, но тем не менее Автор книги Нил Стивенсон описал некую утопию, в которой компьютерный хакер живет в двух параллельных мирах В мрачном реальном мире и в виртуальном городе под названием метавселенная Кстати, этот хакер подрабатывал курьером в пиццерии Ну, впрочем, как и большинство программистов сейчас Подрабатывают в доставке, потому что денег не хватает Но для того, чтобы денег хватало, в основе должно быть качественное образование И многие хотят получить его за рубежом, это неудивительно Ценность такого образования часто сильно выше Но не у всех есть такая возможность Именно поэтому хочу порекомендовать вам швейцарский онлайн-институт Swiss International Institute Lausanne Институт адаптирует и переводит свои программы на другие языки для студентов из разных стран мира Весь процесс обучения сопровождается учебными видеоматериалами Очень важно, что все лекции записаны в специальных студиях и качественно смонтированы Короче, смотреть одно удовольствие В отличие от оффлайн-образования, вы можете прослушать лекции в удобное для вас время А возможность ускоренного воспроизведения позволит это время еще и сэкономить Институт использует новый подход, который называется flipped education или перевернутое образование У вас есть учебная платформа, мобильное приложение и личный куратор Теорию вы учите сами, а потом приходите на онлайн-консультацию с преподавателем Но не переживайте, если у вас возникнут вопросы в процессе Если вы столкнулись с трудностями, для этого есть личный куратор, который всегда готов ответить на ваши вопросы Обучение происходит на русском языке Онлайн-обучение ориентировано на фрилансеров, которые хотят получить академическое образование, которое станет хорошей основой для их дальнейшего профессионального развития Вы можете выбрать как бакалавриат, так и магистратуру Среди BA-программ есть проектный менеджмент, интернет-маркетинг, веб-дизайн, ивент-менеджмент, бренд-менеджмент и информационные системы и технологии Бакалавриат в институте длится всего 3 года, а магистратура 1,5 Регистрируйтесь на сайте, ссылка в описании под этим видео Вам обязательно перезвонят и ответят на все ваши вопросы Также у института есть YouTube-канал, на котором каждые 2 недели выходят интересные ролики из серии новости В Swiss International Institute Lausanne можно получить высшее образование швейцарского уровня, не выезжая из своей страны Так вот, главный герой книги жил в городе, который назывался Метавселенная Город имел довольно-таки большие размеры, но все же он был конечен, и это важно, я еще к этому вернусь Эта книга позже повлияет на такие фильмы, как «Матрица» и «Первому игроку приготовиться» И, кстати, идея Метавселенной, в которую погружался Нео, даже спустя 20 лет выглядит, ну вот, совсем какой-то нереальной А вот то, что было описано Стивеном Спилбергом в «Первому игроку приготовиться», на мой взгляд, выглядит куда более реалистично Но, опять же, с нюансами о них дальше Давайте пока о Метавселенной думать, как о некоем виртуальном мире, куда можно подключиться и бегать там и управлять своим аватаром Самый известный пример такого мира, куда можно подключаться своим аватаром, это World of Warcraft И он уже не теряет свою популярность, по-моему, лет так 17 У игры, кстати, достаточно большая социальная составляющая Я находил много информации о том, что люди находили там даже свои вторые половинки Я вот, правда, не совсем представляю, как Но больше всего на идею Метавселенной, которая была описана в книге «Снегопад» Похожа реализация игры «Фортнайт» Уверен, каждый из вас ее знает Игра в жанре королевской битвы У этой игры свой собственный мир, огромное комьюнити И игроки могут общаться посредством встроенных в саму игру функций, типа аудио-видеосвязи А вот концерты всемирно известных исполнителей, таких как Трэвис Скотт Рэпер Рэпер Трэвис Скотт Рэпер Таких как рэпер Трэвис Скотт или Ариана Гранде Делают восприятие игры еще намного больше Вы только вдумайтесь, презентация песни внутри игры На презентации этой самой песни, а точнее на самом концерте Было порядка 12 миллионов человек Мне кажется, он за всю жизнь на своих концертах, наверное, столько не собирал Смысл здесь больше в том, что наш реальный мир Начинает понемногу пересекаться с виртуальным миром И это явный тому пример Но это все же все-таки игры Причем тут метавселенная, скажут многие В 2007 году вышла игра под названием Second Life Я уверен, многие из вас могут ее помнить Лично я помню, это был второй курс моего института Но тогда мне показалось, это всего лишь прокачанные Sims И не более Хотя к игре тогда присоединилось более миллиона пользователей Идея та же, аватар, трехмерный мир и делай что хочешь Почти что хочешь, все-таки действия игроков были ограничены Либо физикой самой игры, либо идеями ее авторов Но тем не менее, внутри игры можно было также ходить на популярные концерты Затусить в каких-нибудь известных клубах А также сходить в магазин Armani И купить там виртуальных или реальных шмоток Самой необычной фишкой этой игры Была возможность торговать недвижимостью Вы могли взять реальные доллары Завести их в игру Обменять на внутриигровую валюту Которая называлась Linden Dollar И купить себе недвиги И люди, кстати, тогда заводили в игру порядка 100 миллионов долларов В обмен на внутриигровые пиксели В общем, люди покупали недвижимость И она, кстати, росла в цене Короче, пошла большая волна популярности Игра привлекала все новых игроков И, конечно же, привлекала инвесторов И одним из них был, как вы думаете, кто? Вот он Джефф Безос Да Но 2007 год стал пиком популярности Первого прототипа метавселенной Дальше количество пользователей начало уменьшаться И сейчас там порядка 600 тысяч человек В игре особо интересного ничего не происходит Причиной тому были плохая графика И слабая скорость интернета Ну и, конечно, очень сильно повлияло Появление на арене нового игрока Где можно было также собираться онлайн Это был Facebook Или The Facebook Сейчас метавселенная у большинства Ассоциируется именно с этой компанией И именем Марк Цукерберг Достаточно символично, что именно он поспособствовал Упадку Second Life, создавая свой продукт Facebook Который был, кстати, недавно переименован в Мета В современной истории метавселенных Марк Цукерберг первым вводит это понятие Подразумевая под ним все ту же идею Виртуальный мир, аватар и общение внутри него С одной лишь большой разницей И о ней чуть дальше Но действительно ли он был первый Сати Наделла 25 мая на конференции Майкрософт презентовал свое видение метавселенной Марк Цукерберг сделал это несколькими месяцами позже Напоминает ситуацию с братьями Винклвоз И созданием The Facebook Наверное, у Марка дежавю Кстати, в Матрице тоже было дежавю Это когда меняли программу Сати Наделла на самом деле стал первым руководителем техногиганта Который внес метавселенную в список своих стратегических целей Я уверен, что многие из вас до сих пор думают о том Что метавселенная это всего лишь очередной проект виртуальной реальности Это не так Виртуальная реальность будет важной частью метавселенной Потому что именно эта технология позволяет Обеспечить наиболее емкую форму присутствия и восприятия Но доступ к ней будет осуществляться не только через VR Но и через десктоп, через мобайл, планшеты, игровые консоли И возможно даже телевизоры Телевизоры это мое предположение Не факт, что будет так Метавселенная в своей реализации должна представлять новую форму интернета Об этом пока тяжело говорить и трудно понимать Что вообще за новая форма интернета И эту форму будет отличать ключевая идея Идея присутствия Так вот, одна из основополагающих идей Которые лежат в основе всей этой концепции метавселенной Обеспечить максимальное ощущение присутствия К тому же это мир, который существует параллельно нашему всегда К нему каждый может подключиться, используя практически любое устройство Но разве что Nokia на каком-нибудь Symbian работать не будет И существовать там посредством своего аватара Которого можно будет создать с полного нуля, кастомизировать под себя Это должна быть новая форма общения с полностью рабочей системой экономики внутри То есть, находясь внутри вселенной, вы должны иметь возможность работать Создавать продукт, рисовать картины И эти картины, кстати, могут иметь ценность Конечно же, в метавселенной будет отдельное место для игр Играть там тоже можно будет И в целом, игровая индустрия это двигатель прогресса Поэтому неудивительно, почему игры станут важной составляющей этого мира Но опять же, метавселенная это не только про игры Важный момент это то, что метавселенная не будет принадлежать какой-то одной компании По крайней мере, не должно быть так Здесь можно провести аналогию с мобильным интернетом Мобильный интернет не принадлежит никому По сути, в его создании, развитии и поддержании работоспособности сейчас участвуют многие компании Так вот, метавселенная должна стать подобным продуктом У нее не будет единого владельца Да, сейчас двигают эту идею Facebook, Microsoft, Epic Games Но в целом, в дальнейшем это должен стать продукт, общедоступный для всех И развивать его смогут все Лично я вижу метавселенную, если она будет создана максимально приближенной к той версии Которая была описана в фильме «Первому игроку приготовиться» Здесь есть важные оговорки Вспомните этот фильм и вспомните тот реальный мир, в котором жил реальный персонаж Я не зря в начале ролика сказал о том, что людей нужно либо заинтересовать Очень сильно, чтобы они этим пользовались Либо создать в реальном мире такие условия, от которых люди будут в эту метавселенную просто бежать Так вот, те события, которые сейчас происходят в мире, они, конечно, далеки от тех, которые были в фильме Стивена Спилберга Но, тем не менее, уже возникают ситуации, когда люди, наверное, хотят скрыться и убежать К тому же, почти 20 месяцев работы из дома сделали онлайн-общение намного ближе Вполне возможно, что именно сейчас эта идея все-таки может взлететь Итак, можно постараться выделить основные свойства метавселенной Первое, и очень важно, это постоянное существование Не должно быть никаких перезагрузок, не должно быть никаких обновлений критических Которые будут влиять на саму суть метавселенной Ставить ее на паузу каким-то образом Делать так, что вы не можете к ней подключиться Она постоянно и существует параллельно нашей с вами реальности Помимо того, что она существует параллельно с нашей реальностью Она должна быть с ней синхронизирована Что это имеется в виду? Вспомните, опять же, фильм «Первому игроку приготовиться» Помните, как главный герой покупал себе предметы внутри оазиса, а их присылали ему в коробке? Вот это примерно то, что называется синхронизация с синхронизацией Так вот, это примерно то, что называется синхронизация с реальным миром В метавселенной должны быть плановые и автономные события То есть те события, которые не зависят от воли ее создателей и от воли всех участников Вот они просто произошли Можно сказать, что случайным образом Отсутствие любых ограничений по количеству пользователей, которые одновременно находятся в среде И, как мне кажется, это один из самых сложных вызовов для разработчиков и создателей Очень важная штука – это наличие полноценно работающей экономики Мы с вами или компании должны иметь возможность создавать вещи, владеть ими, инвестировать Продавать и получать деньги за разного рода работы и услуги Другими словами, у всех участников должна быть возможность создавать ценность, которая будет признана другими участниками Именно поэтому появляется огромное количество роликов на тему, как заработать на метавселенной Я бы такие видео смотрел, но с очень большим скептицизмом Следующий важный пункт – это совместимость цифровых активов Что это имеется в виду? Например, вы очень круто прокачали себе тачку в NFS и хотите забрать с нее спойлер и поставить где-нибудь в грид Так вот, это должно быть возможным Или вы купили крутой скин в CS и хотите его перенести в Fortnite Это тоже должно работать Контент внутри метавселенной может создаваться самими участниками, как индивидуально, так и группами То есть, по идее, мы можем с вами объединиться и замутить какой-нибудь бизнес Например, автомойку или шиномонтаж Ну и по идее, рассыпать саморезы на дороге по пути к шиномонтажу тоже должно быть возможным Следующий важный момент – метавселенная не конечна Попробуйте представить нашу с вами вселенную Так вот, разработчикам нужно будет добиться того же эффекта Я уже говорил о единстве метавселенной И о том, что должна быть возможность присоединения к ней других участников Которые будут принимать участие в ее развитии Так вот, параллельно с этим сразу же стал вопрос частных метавселенных для конкретных компаний Ну, куда же без этого Представьте себе аналогию частной сети внутри конкретной компании в рамках общей сети интернет Для чего это компания? Ну, например, представьте себе ZoomCall, где, одевая VR-шлем, вы попадаете в какую-то комнату Которая может находиться где угодно, начиная от дикого пляжа и заканчивая вершиной Эвереста Вы видите своих коллег и можете свободно с ними общаться А если вы при этом еще используете Tesla Suit А, кстати, Tesla Suit это костюм, который обеспечивает возможность передачи чувств и ощущений из виртуального мира к вам Так вот, в этом случае подзатыльник от вашего начальника будет способствовать работать вас не меньше, чем в реальном мире И да, Tesla Suit не имеет никакого отношения к Илону Маску и компании Tesla Почему это не взлетело в 2007 году, но может взлететь сейчас? Во-первых, Facebook, который стал мета, готовы тратить деньги И они готовы тратить много денег Нет, очень много денег К тому же, сама идея виртуального общения и виртуального взаимодействия сейчас намного ближе Социальные сети должны были объединить людей Сделать их ближе, уменьшить расстояние И сделать возможными встречи тех, кто никогда не должен был встретиться Но на самом деле, они еще больше увеличили пропасть между нами Мы предпочитаем писать, вместо того, чтобы звонить Лайки заменили комплименты А Zoom сделал походы к друзьям очень редкими И виной всему этому интернет Что будет при появлении нового интернета под названием Метавселенная, трудно представить Точно одно, грань между виртуальным и реальным все время будет уменьшаться Важно, чтобы эта грань оставалась в нас с вами Пойду создавать своего аватара Всем пока!